Чем можно заниматься в большом городе? Работай. Моментально ответят многие. И действительно, в большие города приезжают в поисках интересной, высокооплачиваемой работы. Ну, приезжают и за покупками. Ещё в мегаполисе удобно учиться. Здесь большой выбор техникумов, институтов, университетов. И только дети, живущие весёлой, насыщенной жизнью, в первую очередь скажут, что в городе можно гулять. Здравствуйте. С вами по-прежнему Михаил Жебрак. Но уж мы-то с вами постоянно совершаем различные тематические прогулки. А вот сегодня я хочу, чтобы мы осмотрели места, специально созданные для гуляний. Московские бульвары. Погода прекрасная. Горожан сейчас немного. Все на дачах. Пойдёмте фланировать по бульварам. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И шкаф. В Москве есть цепь из десяти бульваров. Мы на одном из них, Никитском, её называют бульварное кольцо. Правда, это скорее подкова, опоясывающая центральные районы и прижимающаяся двумя концами к берегу Москвы-реки. Потому что в старину на месте бульваров проходила стена одной из московских крепостей Белого города. Это было третье оборонительное сооружение после Кремля и Китая. Вот здесь, справа от меня, был земляной вал и поверху белокаменная стена. Отсюда и название – Белый город. За ней центр – Кремль. А слева, со стороны подхода возможного неприятеля, был вырод ров. В старину за Москвой-рекой жителей было немного. И за речные районы решили не защищать. Поэтому получилось не полноценное кольцо, а подкова. В царствовании Екатерины Великой эту изрядно обветшавшую фортификацию решили разобрать. На месте отрезков стен разбили бульвары. А там, где были городские ворота, в крепостных башнях устроили площади. Мы с вами вышли на площадь Никитских ворот. Память об укреплении живет не только в названиях, но и в рисунке улиц. Посмотрите, вот с той стороны к площади сходятся три улицы. Большая и Малая Никитские и Спиридоновка. Потому что до 18 века здесь был единственный въезд в центральные районы. Через Никитские ворота. Они даже закрывались на ночь. А следующий въезд был дальше, через Арбатские ворота. И там тоже к площади стекаются три улицы. Арбат, Молчановка и Поварская. Москва – это всегда винегрет стилей, эпох. Вот эта площадь украшена разновременными зданиями. Смотрите, из-за дома выглядывает колокольня церкви Феодора Студита. Храм построен в 1626 году и освящен именем Александра Суворова. Дело в том, что будущий великий военачальник жил неподалеку. И в детстве пел на клиросе этого храма. Истово верующий был человек. Первый день поститься, второй день молиться, на третий Измаил взять. Это из его приказа по армии. А дальше виден купол церкви Большого Вознесения. Она построена в 30-е годы 19 века. А так как недалеко был дом Гончаровых, то именно в этом храме и венчались Александр Пушкин и Наталья Гончарова. Купол храма перекликается с куполом фонтана-ротонды Натальи Александровой. На другой стороне бывший дом Огаревых, построенный в 19 веке. В 20 веке здесь был кинотеатр повторного фильма. И я ходил сюда смотреть старое хорошее кино. А сейчас в здании театр под управлением Марка Разовского. С простым названием «Уникитских ворот». В советские годы на фасаде был закреплен брельеф, посвященный событиям 1917 года. Здесь были уличные бои. А напротив, в 1977 году был построен корпус для ТАСС, телеграфного агентства Советского Союза. Москвичи-острословы называют его «домом для двухэтажных людей». Посмотрите, огромные квадратные наличники объединяют два ряда окон. И здание кажется четырехэтажным. Хотя на самом деле здесь девять этажей. А это один из первых памятников, поставленных молодой советской властью. Тимирязев. Работа Меркурова. Почему так повезло профессору Московского университета? И его изображение оказалось в революционной Москве рядом с монументами, посвященными Карлу Марксу, Робеспьеру, Марату, Кампанеле. Возможно, потому, что биолог активно участвовал в общественной жизни и много писал на темы, интересующие не только ученых, но и широкую публику. А может быть, потому, что Тимирязев всегда защищал студентов, участвовавших в митингах, демонстрациях, защищал от отчисления, конечно же. И, возможно, среди авторов плана монументальной агитации, предусматривающего установку ста революционных памятников в Москве, был один из бывших учеников Тимирязева. Те же самые острословы говорят, что ученый стоит в позе футболиста в стенке. Но памятник на самом деле очень хорош. В нем есть кубические мотивы, такие модные в начале 20 века. Смотрите, какие прекрасные стилизованные микроскопы по сторонам. На пьедестале кривая фотосинтеза растений и выразительная надпись «Борцу и мыслителю». От Никитских ворот начинается Тверской бульвар. Он был обустроен первым в Москве в 1796 году и немедленно стал модным местом гуляний. Сюда приезжали общаться с друзьями, обмениться новостями, демонстрировать наряды. Дамский журнал так писал в 1826 году. Обширная галерея наполнялась дамами, приезжавшими туда с работой. Искательные мужчины занимали их живыми, шутливыми разговорами. Смех почти не прерывался. Бульвар был местом приятнейшего соединения каждый вечер. Пушкин любил этот бульвар. Часто приезжал сюда специально или проходил насквозь, направляясь, ну, например, к поэту Вяземскому, который жил за этими домами. Среди знакомых поэта был один дворянин. Свет постоянно подшучивал над его немощными лошадьми. Ну, то ли хозяин экономил на выезде, то ли просто не обращал внимания на такие мелочи. И вот однажды Пушкин шел по бульвару, когда его окликнул этот знакомый из кареты. «Александр, садись, подвезу!» Поэт отреагировал немедленно. «Извини, тороплюсь!» Фонтаны, старинные галереи не сохранились. Каждая эпоха обустраивает бульвары по-своему. Зато стоит вот это самое старое дерево на Тверском бульваре. Это двухсотлетний дуб, современник Пушкина. В 19 веке на Тверском бульваре стоял дом московского оберполицмейстера. Это глава полицейской власти города. Одним из оберполицмейстеров был генерал Козлов. А его возлюбленная, купеческая вдова Маркова, имела дом напротив, через бульвар. Они жили открыто, поговаривали, что и дети Марковой от Козлова. Поэтому в то время бытовала шутка, что все москвичи гуляют вдоль бульвара, и только оберполицмейстер имеет счастье гулять поперек. Вот и мы с вами прошли поперек бульвара к тому месту, где когда-то стоял дом оберполицмейстера. Кстати, с будущей женой Пушкин познакомился тоже здесь, на балу танцмейстера Йогеля, где-то на месте этого современного театрального здания. Эту громаду построили в 1973 году, как новое здание МХАТа. Но дом, по-моему, получился больше похожим на тюремный замок, чем на театр. Посмотрите, нависают стены без окон, огромные светильники, а насколько мрачен свет этого нарочито грубо сколотого камня. И москвичи немедленно отреагировали на стройку. Если напротив расположен театр Пушкина, то этот назвали театром Дантеса. Было время, когда городские власти договаривались с командованием воинских частей, расквартированных в Москве. И полковые оркестры развлекали горожан исполнением различных мелодий. На Тверском бульваре, а это всегда был главный бульвар, играли ежедневно. На остальных – раз в неделю. Теперь на бульварах иногда проходят фестивали. Но в основном развлечения тихие. Например, фото-выставки. Бульвары всегда подчинялись суточному ритму города. Первыми на них появлялись сторожа с метлами. И тучи пыли прогоняли ночевавших на скамейках бездомных. Потом пробегали стайки учеников. В гимназии, школы. Позже появлялись боны и няни с детьми. Ну а вечером по бульварам фланировала публика. Горожане попроще, незнакомые с французским, говорили «гульвары» от слова «гулять». Что, барин, опять на гульвар поедете? Еще здесь назначали свидание. Правда, я сам по прямым аллеям с девушками не гулял. Предпочитал покорять их знанием проходных дворов и загадочных тупичков. Изнанкой города. Мы с вами спускаемся по Петровскому бульвару к Трубной площади. Вот здесь сто лет назад ночью гулять было небезопасно. Конечно, если вы не атлет Гелеровский с обязательным для самообороны кастетом в кармане. Рядом Грачевка. Знаменитое место притонов и улица Красных Фонарей. А в саму Трубу, кирпичный коллектор, где протекает река Неглинка, часто спускали жертв ночных грабежей. Прямых нападений Гелеровский не боялся. Он с детства занимался борьбой, а во время войны служил пластуном. Так в царской армии называли разведчиков. Эти места он знал приотлично, так как писал судебную хронику. И когда приходил сюда, в местных заведениях, чтобы не опоили, заказывал только казенку, бутылку водки, опечатанную сургучом, и крутые яйца. Даже если бы в подобных заведениях достали шприц, прокол на скорлупе всегда виден. Так что отравить такой ужин было невозможно. Любопытно, что здесь на Трубной раньше соседствовали притоны, где для безопасности можно было брать только крутые яйца. И вполне приличное заведение. Все знают, символ советской эпохи – салат Оливье. Его придумал французский повар Люсьен Оливье. И мы идем к его ресторану «Эрмитаж». Он появился, если верить тому же Геллеровскому, благодаря пристрастию французского кулинара Оливье и русского купца Бегова к нюхательному табаку. А лучший табак, по их мнению, делал будочник на Трубе. Будочник – это постовой полицейский, дежуривший в будке. Вот у него они и познакомились. И объединившись, повар и предприниматель решили открыть новый ресторан «Эрмитаж». Для этого Пегов приобрел участок на углу Петровского бульвара и Трубной. И было построено вот это здание. После революции ресторан, конечно же, закрыли. Правда, в годы НЭПа он поработал недолго. Под названием «Столовое кафе номер 21». А с 25-го года здесь был дом крестьянина. Столовая и гостиница для приезжавших в столицу селян. В главном зале ресторана устроили кинотеатр на 450 мест. А теперь в этом здании театр – школа современной пьесы. И все в том же ресторанном зале, украшенном бурной эрмитажной лепниной, играют пьесы Чехова. Что совершенно закономерно. Я не знаю, как салат повара Оливье, он раньше назывался «Майонез из дичи». А вот сам ресторан Чехов очень любил. Неоднократно его посещал и описал в нескольких произведениях. Самый известный рассказ «Татьянин день». На трубной столпотворение стилей рядом вот с такими зданиями 19-го века высится новенькая стеклянная громада с претенциозным названием «Легенда цветного бульвара». Но мне кажется, подобное смешение уже стало отличительной чертой нашего города. И это касается не только архитектуры. Ведь первоначально салат повара Оливье «Майонез из дичи» был красиво разложен слоями. Но публика, к ужасу ресторатора, сперва весело перемешивала блюда и только потом начинала есть. И получился чисто московский салат Оливье. Шел трамвай. Десятый номер. По бульварному кольцу в нем сидело и стояло 115 человек. Пионеру Николаю ехать очень хорошо. Помните эти строчки Михалкова? Николай ехал как раз сюда, на Чистопрудный бульвар, на каток. Когда-то у нас по всем бульварам по кольцу ходили трамваи. А сейчас рельсы остались только здесь. Зато ходит не только городской маршрут, но и экскурсионный под литерой «А». «Аннушка». Как любовно называют его москвичи. А вообще москвичи очень любят именно Чистопрудный бульвар, потому что здесь есть дополнительное украшение. Пруд. Когда-то были лебеди, летом лодки, зимой организовывали каток. Ну и кинематографисты, естественно, часто приезжают сюда. И Чистопрудный снялся уже в десятках фильмов. Ну, а наши бульвары популярны настолько, что даже петербургский поэт Александр Городницкий написал о них несколько песен. «Все, что будет со мной, знаю я наперед. Не ищу я себе про вожатых, А по чистым прудам лебедь белый плывет, Отвлекая вагоны вожатых». Мы с вами идем в сторону Покровских ворот. На Чистопрудном бульваре множество красивых, необычных зданий, а есть одно неприметное, но очень важное для истории нашего города. В царствовании Павла I было принято решение построить в торцах всех бульваров гостиницы. Это же въезд в город. Их сохранилось немного. По одной на Высокопетровском и Рождественском, и две на Покровских воротах. Посмотрите, вот это неперестроенное, типовое здание гостиницы конца 18 века, работы архитектора Стасова. На классическом фронтоне старинной гостиницы необычные знаки. Такие же знаки встречаются на некоторых соседних домах. Что это? Это настенный знак ОСААВИАХИМ с девизом «Крепи оборону СССР». Его вешали на здание, если все жильцы дома, включая детей с определенного возраста, сдали нормативы, имели противогазы и были готовы к отражению химической атаки. Вот такая память о 30-х годах прошлого века. Субтитры создавал DimaTorzok Смотрите, какая прекрасная старинная решетка. В Москве есть традиция ставить в торце бульвара памятники. Так был поставлен первый памятник Пушкину в 1880 году. Если торец занят, ставят ровно посередине. У нас сейчас на 10 бульварах Бульварного кольца, кажется, 12 скульптурных групп. По-моему, никого не пропустил. Больше всего писателей – Грибоедов, Абай, Высоцкий. Но есть и памятник Крупской, и памятный крест в честь княгини Евдокии. Ну а самый бронзовый бульвар – вот этот, Гоголевский. Потому что здесь писатели окружают бронзовые животные. Смотрите, вот это дореволюционные фонари с бронзовыми львами у основания. Их поставили в 1912 году вместе с печальным Гоголем работы Андреева. Ну, а львы-то не грустные. Им же не вопрошать, куда ты несешься, Русь. Лежат себе с довольными мордами. Многим москвичам грустный Гоголь не нравился. По легенде, раздражал он и руководителя государства, товарища Сталина. А что, великому Сацирику не нравится то, что он видит вокруг себя в социалистическом государстве? Якобы вопрошал он. И монумент задвинули во двор дома, где писатель жил. А в торце бульвара поставили Гоголя, как сейчас бы сказали, в версии 2.0. Посмотрите, какой жизнеутверждающий. И главное, с правильной подписью. Гоголю от советского правительства. А вот дореволюционных львов не тронули. Весь прайд на месте. А вот следующего писателя окружает целый табун лошадей. Несколько лет назад посередине Гоголевского бульвара скульптор Рукавишников поставил памятник Шолохову. Смотрите, писатель словно греб в лодке, но задумался. Или засмотрелся на что-то. Отпустил весла. За кормой плоскодонки косяк лошадей переплывает реку. Памятник получился очень интересный. Фигура писателя – это явная находка скульптора. Поза живая, лицо выразительное. А какая история за этим ватничком и лодкой, отпущенной по воле волн. А вот лошади не всегда плывут среди тихих струй дона. У нас чай не Италия, и фонтаны работают всего пять месяцев в году. А осенью лошадиные головы торчат из брусчатки. Зимой же фонтан заметает. И из-под снега торчат бронзовые уши. Поэтому зимнее название памятника, ну, вы догадались, Дед Мазай и Зайцы. А склон, на котором Рукавишников поставил свои скульптуры, остался с тех времен, когда здесь была крепость. На Гоголевском все очень наглядно. Поверху проходила стена Белого города, а внизу, где был ров, протекал ручей, чертары. В советское время на Гоголевском почти на каждой скамейке играли в шахматы. Почему? Здесь, в бывшем доме Васильчиковых, размещался центральный шахматный клуб. Там заседала шахматная федерация, решали организационные вопросы, а на бульваре шел бесконечный, самостийный шахматный турнир. Вот этот дом. Он поменял много хозяев и последний раз перестраивался в конце 19 века. Уже для купца Алексеева. Тогда появился этот прекрасный чугунный балкон. В это время здесь увлеченно играл молодой родственник хозяина, купец Константин Алексеев, взявший со временем псевдоним Станиславский. Играл не в шахматы, конечно, в любительских спектаклях. Субтитры создавал DimaTorzok Вот у этой красивой арки в конце Гоголевского бульвара мы закончим нашу прогулку. Она украшает наземный вестибюль станции метрополитена. И когда-то на ней было написано «Дворец Советов». Но его не построили. И название поменяли на «Кропоткинская». На месте котлована Дворца Советов восстановили храм Христа Спасителя. А улицы Кропоткинской вернули старое название – Причистенка. Вокруг бульваров еще неоднократно поменяются здания, названия, памятники. Мы живем не в Нафтолине. Но, думаю, сами бульвары сохранятся. Ведь должно быть место, где можно просто погулять пешком. До встречи через неделю, но уже в другой Москве. Пешком 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 Пешком